Я считаю, что это конец 91-го, начало 92-го, да, 92-й, это дело тянулось, это дело люкса, акционерного обществу люкс. Я напомню, в чем там суть, это было первое громкое дело, не индивидуальное, а коллективное. Акционерный обществ люкс был одним из первых частных торговых предприятий в Москве, на юго-западном располагался. Они продавали джинсы, и они продали 20 тысяч пар больших джинсов. Тоже понятно, почему, потому что кто мог купить джинсы за реальные деньги тогда? Но, с другой стороны, их продавали, как настоящие левайсы. К нам в общество потребителей пришли представители производителя и сказали, вот такая история. Они показали, в чем подделка, вот по признакам, книжки такие специальные есть. Произведены они были в Китае, они знали, откуда подделка. Я у них просто вырвал эту книжку, они не хотели никак оставлять. Я говорю, мы сейчас это просто перепубликуем в частном слове, у нас газета выходила. Тогда же газеты тиражами большими выходили еще. Они сказали, не, ни в коем случае, вот это секретные наши закрытые материалы, потому что иначе сразу подделка начнет тиражироваться. Но, говорит, вам можем оставить просто для, если вы что-то будете предпринимать, и будем юридически, будем предпринимать. Поэтому мы обратились к людям, которые купили это дело, для того, чтобы они шли к нам. Кто сохранил чек, того мы можем сопровождать в суде. Надо сказать, таких людей набралось 600 человек из 20 тысяч. Почему? Потому что чеки выкидывали. Поэтому мы это потом, тогда же, стали называть чековой революцией. Дело дошло до... Оно слушалось в арбитражном суде, причем день, когда оно слушалось, был первый день, когда судьи должны были быть в мантиях. Я был на этом процессе. И вот они так неловко себя чувствовали в мантиях, и, по-моему, благословляли небо за то, что парики не надо надевать. Потому что вот эти женщины, которые надели на себя впервые в жизни судейские мантии, должны были решить это дело, они решили его в нашу пользу. И после этого на многих киосках, магазинах появилась надпись «Выдаем чеки». И вот, на мой взгляд, это было свидетельством сдвига, потому что люди... Это означает, что люди стали спрашивать, а чек даете или не даете. И инструментом рекламы стало «Выдаем чеки». Там были, видимо, еще какие-то, говорят, финансово-бухгалтерские соображения, но финансово-бухгалтерские мало у кого. А вот эти, что в случае чего назад, там, деньги, общество потребителей, суды... Поэтому я полагаю, что это произошло тогда, когда год продолжался это дело. Это 92-й год, по-моему. Но это можно восстановить. По-моему, тогда произошел поворот, и после этого мы стали заметны. А после этого было дело Sony, Samsung и Panasonic. И это было уже громко, и оно было международным. И прилетал глава европейской сети Sony на переговоры и так далее, и так далее. Причем там был анекдотический случай, потому что мы вели вот эту всю войну, а судебный иск не был подан. Об этом никто не знал. Потому что там была техническая проблема с подачей судебного иска, поскольку представительство Sony было... Это чисто и рэп-офис, а они не отвечают за действия. Поэтому суд бы не принял этот иск. Но Sony была страшная информационная война, они очень сильно теряли в этом деле, и они пошли на мирные соглашения. Причем у них условия были очень интересные. Они сказали, три же компании были еще, Samsung и Panasonic. Вот глава европейской сети, когда прилетел, обаятельный японец с музыкальным образованием, мы договорились за 20 минут, при том, что дело тянулось до этого, месяца три. Он сказал, у нас одно единственное условие. Сначала с нами, а Samsung и Panasonic подождут. И мы выходим на пресс-конференцию с вами, что мы признаем свою вину, что мы любим своего потребителя, мы запускаем караван Sony для компенсации, делаем бесплатные ремонты и прочее. Они сделали за эту рекламную акцию. А Samsung и Panasonic сидели в зале. Понятно, какое решение они нашли, при том, что он сказал, что потом, когда мы все подписали, он сказал, мы очень переживали. У нас президент компании не спал 4 ночи. Он не знал, что делать с этой ситуацией, потому что это наиболее быстрорастущие рынки. Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан. А тут единые нормы действовали. И у нас шло падение продаж. Вы видите, как просто все решилось? Решилось. И с компенсацией для потребителей, и с признанием вины, и с изменением правил обслуживания. Поэтому это дело было уже, о котором, конечно, вся пресса писала. И так далее, и так далее. Потом была победа над правительством Москвы, эвакуатором-блокиратором, при том, что члены Верховного Суда проявили потрясающую принципиальность. В это время Лужков строил дом для членов Верховного Суда. И он написал каждому члену Верховного Суда письмо перед решением. Он лично, Юрий Михайлович Лужков. Тем не менее, дело нами было выиграно. Эвакуаторы-блокираторы были запрещены. А почему они были запрещены? Дело в том, что это же вообще дело частная фирма, которая не штраф взимала, а плату. Это вот такой монопольный бизнес под государственным принуждением. Причем сам анекдот оказался в том, что потом оказалось, что одним из владельцев этого бизнеса был мой однокурсник, который через сколько-то лет подошел и сказал, ты не представляешь, какие ты мне ущербы нанес тогда. Говорит, а скажи, у вас какие сферы в следующих планах, чтобы я туда не заходил? Вот поэтому переплетения истории были забавными. Но это была победа над правительством Москвы, которая там скалой стояла, тем более, что Лужков переговор не вел. Лужков никогда не вел переговор. Это. Он всегда говорил, вот так было, так будет. Вот я ни разу в жизни не видел Юрия Михайловича Лужкова. Ни разу не встречаюсь. При том, что, скажем, знаю многих людей, которые выводили Лужкова в эту позицию или выводили его из этой позиции, но с ним никогда, потому что для гражданских вещей Юрий Михайлович совершенно неподходящая персона. Он про другое. Дело в соне было вот в чем суть. Закон о защите прав потребителей установил право потребителя выбирать в случае, если куплен некачественный товар, что делать? Ремонтировать, заменять или получать денежную компенсацию. Это выбор потребителя. А правила компаний устанавливали, что сначала ремонтировать, а потом уже право на замену. Мы подождали два года, надо заметить, после вступления закона. Мы обратили внимание антимонопольному ведомству, что транснациональные компании не поменяли. Мы опубликовали это дело в нашем журнале «Спрос». У нас уже был журнал, с 92-го года журнал «Спрос», который, кстати, закрылся в 2011 году. Все. Вот он же прожил 19 лет. И ничего не менялось. Поэтому, когда они кричали, что же вы нам не сказали, я говорю, во-первых, извините, я не обязан вам говорить о том, чего требует закон Российской Федерации. Тем более, что на это требует два года, а вы на это положили. А объясняли они как? Они говорят, первые переговоры были очень тяжелыми с транснациональными компаниями, потому что они говорили, а у нас такие правила обслуживания на всю зону, что мы будем для России специальные исключения, делать. И вы будете делать специальные исключения из России. Кстати говоря, не забудьте, что мы действуем еще на Украине, в Казахстане, вы и там будете делать исключения. И, конечно, вот у него. Поэтому суть была в том, чтобы восстановить право потребителя на то, что никаких ремонтов. Хочу – ремонтирую, не хочу – деньги назад – и конец. Поэтому они должны были поменять содержание своего гарантия в талонах. Поменяли. И в итоге признали, что был наносен ущерб, что компенсация выглядела как. По стране ездил так называемый караван Сони, то есть это ремонтные службы, и любым желающим, которые приходили с аппаратурой Сони, это бесплатно, там профилактика, ремонт, замена чего-то, того-то, вот это там несколько месяцев происходило. Музыка. 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 Продолжение следует...